Их совместить получился бы не только идеальный фигурист, но у него вообще, в принципе, не было ни ошибок, ни проблем с катанием. Так как это невозможно... Будем смотреть их по отдельности. Да, будем смотреть их по отдельности, конечно. Вот он, канадец Лайм Фирус, ученик Врюно Маркотте. В группе этого специалиста занимаются победители этого этапа в парном катании Меган Демель и Эрик Редфорд. И сейчас он, конечно, очень хочет порадовать родную публику, хотя бы по той причине, что у него не так много этапов гран-при. И в этом году, и в карьере, и потому нужно пользоваться буквально каждым мгновением для того, чтобы показать результат. А результат в короткой программе у Фируса, мягко говоря, не блестящий. Хотя и не самый плохой. Десятое место и 70 баллов. Похоже, что было четыре оборота, но чисто выехать с них Фирус не сумел. Да, посмотрели. Ну, похоже, похоже на то, что докрученный был. Но, к сожалению, выехать с ним не получился. Как и не получился тренироваться. Вот так скрывать ошибки спортсменов можно не самым четким видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 4, тройной аксель с незакрутом это еще минус 3, и в целом прыжковые элементы спортсмену не удались. Только одно вращение четвертого уровня, и в целом, наверное, он сейчас будет петендовать на то, чтобы постараться не стать самым-самым из тех, кто уже остальных. 70 баллов его результат за короткую программу, сейчас устаканиваются оценки за компоненты, они, разумеется, в таком прокате не очень высоки, ну, кстати, не очень низкие, как у большинства канадцев. Но его личный рекорд, установленный в этом году в Эверсторфек, 210 баллов, и он на немецком турнире занял пятое место. 140 баллов у Лайма Фироса, так, и давайте прибавлять. Кстати, он устанавливает личный рекорд по сумме двух программ. Его, да-да-да, 210-89, меньше балла, но, тем не менее, это его лучшее выступление в карьере.